Приветствую вас! Поведение вашего молодого человека можно объяснить неуверенностью в себе, низким эмоциональным интеллектом, значит, внутренним непринятием себя и страхом. Страхом потерять вас, остаться одному, быть ненужным. И недостаточной значимостью. Именно так можно объяснить поведение вашего молодого человека. Значит, ситуация заключается в следующем. Вы пишете, пишете, что хотите быть с ним. Зачем? Или, может быть, лучше сказать, для чего вы хотите быть с ним. Второе. Если вы расходились уже и не один раз, из-за чего вы расходились. Ну, то есть, каковы были причины того, что вы расходились. Дальше. Стоит ли вам быть вместе? Ответ? Конечно, да. Но, только если проблемы, вот именно проблемы, которые имеют место быть у вас. только если эти проблемы решены. То есть, по каждому конфликту между вами необходимо решение. Необходим вывод. Необходима какая-то стратегия. То есть, нельзя просто так сходить, сходиться и расходиться. Да? При этом, не вырабатывая каких-либо решений. Вот, к сожалению, нельзя. Иными словами, иными словами, если человек просто сходится и расходится с вами, ничего не меняя, ни о чем с вами не договариваясь, что, в таком случае, быть, значит, с ним вам не стоит. Ну, потому что, потому что ничего хорошего из этого не выйдет. В том плане, что ни к какому решению вы не придете. А это значит повторение конфликта, повторение негатива, повторение, значит, проблем и, соответственно, нервы. На мой взгляд, именно так можно вам ответить на ваш вопрос. Вот. Что касается того, чтобы все исправить, я не очень, если честно, понимаю, что здесь вообще можно исправлять и нужно исправлять. То есть, вот это вот само слово исправить, да, но как-то вот, ну, для меня это слово, знаете, как-то вот звучит очень так себе. Что значит исправить? А что вы сделали плохого? Что приехали его друзья и сидели у вас и ему не сказали? Так это ответственность друзей. Если они не сказали, значит, они, наверное, как-то объяснили свою позицию. Вот. Понимаете? То есть, вы в отношениях, в отношениях с его друзьями не вмешивайтесь, ничего хорошего из этого не будет. Ну, а вот то, что человек вас оскорбил, это, конечно, ни в какие ворота не лезет. Вот. И здесь, ну, понятно, что просто так, ну, как бы оставить это без внимания, естественно, нельзя. То есть, нельзя просто взять и закрыть на это глаза. Вот. Это обесценит вас и позволит молодому человеку, да, и дальше так себя вести. Вот. Если вы этого не хотите, а я почему-то думаю, что не хотите, то, соответственно, ну, нужно, если что-то и делать, вот такое связанное с отношениями, то все-таки только через выработку каких-то решений. То есть, например, четко, почему ты меня оскорбил, да, то есть, как я виноват, вот это все выяснять и договариваться. То есть, как бы, вы оскорбили, оскорбление терпеть, ну, не должны, не обязаны. То есть, мы, здесь молодой человек, он поступил, ну, то есть, да, я понимаю, неприятно, но это не было вас оскорблять в любом случае. И уж тем более кидаться предметами друзей, это вообще за гранью просто, вот. Возможно, молодому человеку самому нужно обратиться к психологу, вот. Это было бы хорошей идеей, на мой взгляд, если он хочет с вами отношения сохранить, вот. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы дополнительные, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь вам. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен. Если сделаете его лучшим, я желаю вам всего самого доброго и удачи! Спасибо. Спасибо.